Новогоднее интервью Новогодние 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 интервью Что дрезденский картонаж называется дрезденским, что такие игрушки производились только в Европе, что украшали яблоками и тому подобное. На самом деле все, конечно же, гораздо более банально и не так волшебно, как нам кажется. Поэтому из истории новогодней елки я бы все-таки назвала это новогодним символом именно для России, потому что она как раз вошла к нам с новогодним праздником. И советская традиция это очень хорошо поддержала. И сейчас, в принципе, так как страна многонациональная, мне кажется, это актуально называть новогодним символом. Да, ну хорошо, давайте чуть-чуть еще более далеко перенесемся в прошлое, в Петровскую эпоху. Ведь именно он привнес елку, как и многое в то время было это перенято с Запада, потому что изначально елка стала символом Рождества в Германии, а потом она уже перекочевала к нам. И вот Петровскую эпоху, насколько я знаю, Петр своим волевым решением заставлял ставить эти елки. И традиция, казалось бы, хорошая, почему-то не прижилась. И после смерти Петра елка практически исчезла. Я как историк тоже все-таки давайте начнем с фактов. Итак, самый первый и главный факт об установлении елок Петром, это единственный документ, хранящийся в Российском государственном архиве древних актов. Это запись о том, что по современным языком, что уже март месяц, а до сих пор не сняты вот эти вот елки, березы там и так далее, все, чем украшали. Повелевал он украшать именно на улице, не внутри дома, а на улице и украшать любым деревом. Там не говорится конкретно о елке. Традиция вот таких украшений, она тоже в язычестве присутствовала, в том числе и на территории России. Связано ли это именно конкретно под Рождество, сказать сложно. С чем он это связал? А вот то, что Петр I действительно перенес празднование Нового года, это неоспоримый факт. В Российском государственном архиве древних актов хранится два основных документа. Первый, уже давно и широко известный, это как раз сам указ о переносе празднования Нового года. Он до этого праздновался 1 сентября, а теперь Новый год начинался с 1 января, соответственно, о чем свидетельствует этот указ. И несколько лет назад буквально был обнаружен предыдущий документ. За несколько дней до этого Петр I в своих походных тетрадях написал, ну, между прочим, давайте перенесем Новый год на 1 января. И рядом такая маленькая пометка «Выполнено» и стоит уже тату указа. То есть вот таким образом можно судить, что у Петра I была мысль, но в принципе она была сделана достаточно спонтанно. Поэтому вот устанавливал ли он ёлки и после него, кстати говоря, даже несмотря на то, что у нас на престоле находились немецкие государьи, будем так откровенно говорить, и Екатерина I, и Екатерина II, они, тем не менее, не наряжали новогоднюю или рождественскую ёлку. Это привнеслось в гораздо более поздние времена. Это, может быть, начало XIX века, потому что уже к середине XIX века, что тоже достоверно известно, об этом свидетельствует один из исследователей, преподаватель Московского государственного университета Терещенкова. В 1848 году он прекрасно описал, как проходили ёлки в крупных городах в России, в Санкт-Петербурге, как дорого они наряжали и чем наряжали. Если интересно, да, чем наряжали, например, в 1848 одну из самых дорогих ёлок Терещенко описывает, что люди, можно сказать, сошли с ума, потому что увешивают её даже дорого по ценностям. Про яблоки ничего не известно, а вот этот факт, он зафиксирован в 1848 году. А что касается Петровской эпохи, вот почему после его смерти ёлками, ну или елом и ветками, или ветками деревьев, хорошо, давайте ёлка будет так и собирательным образом, украшали только питейные заведения? Так я же вам и говорю, что он и первоначально украшать именно эти питейные заведения, он не предлагал украшать всё подряд. Понятно. Фраза-то случала именно об этом, да. Ну и, конечно, тоже именно уличное вот такое украшение. А почему тут вот говорить об этом сложно, потому что я вам сказала, что существует только два документа. Один о том, что он повелел, и второй о том, что уже март на дворе, собственно говоря, не сняли вот эти украшения. Например, в конце XIX века к любому празднику практически украшали, украшали очень часто и еловыми ветками, и другими. Если вы посмотрите фотографии конца XIX, начало XX, также модно было украшать лентами различными, красивыми занавесками множественными. Всё это, собственно говоря, зависит от моды в том числе. В какой-то момент у нас тоже что-то модно, а что-то не очень. Мода, она не стояла на месте даже на ёлочные украшения. Да, и первая публичная ёлка, кстати, была установлена в 1852 году в здании Петербургского вокзала. Казалось бы, совсем недавно это, всё-таки по историческим меркам, конец XIX века. Да, и опять же повторюсь, да, это общественные ёлки, они стали с этого момента достаточно распространённым явлением, но опять это было характерно именно для городов, не для сельской местности. Потом случилась революция, и какое-то время ёлка существовала после 1917 года. Более того, наши вожди этой революции даже достаточно благосклонно отзывались об этой ёлке вначале в своих трудах. Всё было нормально. Но потом ёлку вдруг запрещать как буржуазный символ. Что случилось? Действительно, с первых, после октябрьских дней и переломного 1917 года новая власть как бы озаботилась преобразованием старых праздников, имперских традиций. Но праздник ёлки проводился и в экстремальных условиях голода и холода. Ёлка, ёлочные украшения, рождественская тематика продолжали сохраняться и на страницах учебников, по которым обучались дети в первые годы советской власти. В рождественскую ночь в домах загорались огни на украшенных ёлоках. Все знают, что Владимир Ильич Ленин лично проводил ёлки и в Сокольниках, и в Горках. Для крестьянских детей, например, это в Горках проводилось, которые жили по соседству, в Сокольниках для интерната, который там находился, и бездомных детей. И на самом деле уже в это время начинается то, что называется или комсомольским рождеством, агитация этого комсомольского рождества. Но они предлагали первоначально не запретить ёлку, а переосмыслить этот праздник. – Ребрейдинг провести. – По-современному – да. Но почему мы празднуем, говорили они, именно Рождество Христово. Много богов. Есть Осирис, взгляните на историю. И их комсвятки, как они их называли, были очень похожи на те же новогодние карнавалы. В принципе, если бы не вот эти вот агитационные плакаты, то мало чем они отличались от всего остального мероприятия и отсутствия ёлки, соответственно. Мало чем отличались от остальных мероприятий такого же толка. Продолжая наш разговор о новогодних ёлках и о ёлочных украшениях, мы вспоминаем, напомню, историю этих новогодних символов, говорим с куратором выставочных проектов Натальей Полонниковой. И как раз в прошлом части мы закончили на том, как в советские годы ёлка была практически запрещена, и вместо неё пытались сделать комсвятки. Но не прижились к комсвятке. Вот. Дело тут совсем немножко не в этом. Очень такой сложный момент. На самом деле не существует, пока мы не нашли, вот на моём счёту 19 новогодних выставок, более 20 лет я занимаюсь этой темой, пока не найдено ни одного официального запрещающего документа. Да, есть какие-то воспоминания о том, как запретили, но это скорее всё-таки всё дело в местных властях. Всегда мы знаем, что бывают перегибы. Например, в музее-заповеднике Коломенское сохранится рукописный документ одного из села Садовники, где запрещено ходить на Рождество со святками. Ну вот именно вот такой вот деревенский вариант. Вот такое запрещение есть, но это местного характера. Тем не менее, допустим, в Российском государственном архею кинофото-документов есть фильм 1928 года о том, как на Охотном ряду и на Арбате продаются ёлочные украшения и в магазине, и произведённые кустарным способом, работают ёлочные базары и тому подобное. Это 1928 год, уже 10 лет прошло революции. Что же случилось на самом деле? Пока это, ну, как предположение, потому что больше документов на каких-то, знаете, этих ещё нет в России, которая на этот момент практически не закупала товаров или закупала товары, ну, первой необходимости. То есть экспорт-импорт был направлен, конечно, на ликвидацию голода, холода и тому подобное, не на ёлочные украшения. Ёлочные украшения производились только кустарным способом, только кустарями. Не было каких-то артелей или промышленных предприятий, производящих ёлочную игрушку. И, кроме того, было отменено Рождество как выходной день. То есть начинается индустриализация, отменяется НЭП, кустари не могут производить и продавать свои изделия. И получается, что в какой-то момент просто нет даже в продаже таких вещей. Кроме того, вы работаете, у вас нет выходного, и оно как-то само собой. Но есть люди, и тоже есть воспоминания о том, что люди продолжали ставить ёлку. Вот кто-то боялся и закрывал, по всей вероятности, из-за местной власти, а кто-то продолжал также в домах. Официального запрета на домашние ёлки не было. Но общественных ёлок не проводилось. Это тоже факт. Но и запрета не было. То есть такая тема, которая ещё требует основной доработки, потому что ещё где-то в начале 2000-х прозвучало такое, что был запрет. И с 1935 года, вот статья Постышева, и всё разрешилось, и всё началось. Ведь тоже посудите о том, что в 1935 году Постышев выпускает вот эту статью, давайте устроим детям хорошую ёлку. И буквально в 1936 году магазины завалены уже ёлочными игрушками, ёлочными товарами, потому что у Кустарей всё это осталось. Это было запущено в промышленное производство, и достаточно быстро было налажено. Кроме того, да, такой интересный момент тоже. По поводу Постышева, здесь и воспоминания даже есть на этот счёт Никиты Хрущёва. Он описывал это так, что Постышев ехали со Сталином на машине, и вот он решил завести такой неформальный разговор, дескать, Иосиф Виссарионович, а не вернуть ли нам ёлки? И он сказал, да, конечно, давайте. И в рекордные сроки это решение было проведено, в рекордные сроки была пулькона «Статья в правде», о которой вы сказали. В общем, всё это достаточно быстро было сделано. Но согласитесь, на всю страну наладить производство ёлочных игрушек это достаточно сложная вещь. И к тому же все спрашивают, почему в 30-е, например, годы были в основном ватные, потому что ещё не было налажено стекло, потому что вату было, и это было гораздо дешевле сделать. Ну и всё-таки в ватных игрушках что-то есть. Согласитесь, на сегодняшний день очень много стало современных авторов, которые делают или подстаринные ватные игрушки, или изобретают какие-то современные. Тоже движемся вперёд. Авторское искусство на рождественско-новогодней еле. Для кого? Какая она? Будем надеяться, что её больше никогда не запретят. Ну, я думаю, что экономически ёлки очень выгодны. Это была историк, куратор выставочных проектов Наталья Полонникова. Но, а сейчас подробнее о том, чем, собственно, ёлку украшали. В нашем эфире коллекционер ёлочных украшений Лариса Петрикова. Ну, мне просто очень нравились ёлочные игрушки. Я старалась их понемножку собирать. А когда, например, в 90-х годах у нас, в общем-то, открылись двери и массово хлынули иностранные игрушки, то стала меняться мода, потому что это было необыкновенно. Там вошли в моду, как я говорю, офисные ёлки, которые однотонные или тремя цветами, шарики однотонные. Это было, в общем, достаточно примитивно. И очень многие люди просто понесли на помойку свои старые ёлочные игрушки, которые, в общем, были на несколько порядков по изготовлению и по красоте лучше этих пластиковых шариков. Но, тем не менее, это вот этот был первый такой момент, когда я подумал, что вообще наступает такой момент, что, может быть, всё это несут на помойку, и нечего будет вообще и сохранять, и показывать дальше. И я, в общем, начала это собирать, ну, скажем так, целенаправленно. Но надо сказать, что не только одной мне пришла в голову такая мысль, слава богу. И очень многие люди стали эти игрушки собирать, ну, всеми силами. И сейчас накоплены довольно приличные коллекции ёлочных украшений советских. Коллекционеры, скажем так, мелкие коллекционеры делали ту работу, до которой, в общем, до которой у крупных музеев и вообще у музеев руки не дошли. Как менялась мода на эти украшения? Вот если брать пласты, да, временные, скажем там, советская эпоха, до советской эпохи, сейчас, современность, как отразилось это время в игрушках? Ну, может быть, для советской игрушки слово «мода» не совсем подходит, потому что, в общем-то, советская игрушка, она полностью отражала жизнь нашей страны. То есть всякое значительное событие, которое происходило в жизни страны, оно обязательно отражало все ёлочные игрушки. Там развитие, там, самолётостроение, там, оборонная всякая игрушка, сказки, развитие космоса, там, Олимпиада. Это, в общем, всё-всё-всё-всё вот это, оно отражало с ёлочной игрушки. Конечно, допустим, там, если к Олимпиаде 80 был выпущен вот этот тот олимпийский мишка, то, конечно, люди его покупали, он был очень популярен. Тема космоса, полетел Гагарин, там появились игрушки, связанные с космосом, они тоже прекрасно скупались, потому что люди знали своих героев. Поэтому всё это, в общем-то, в ёлочной игрушке отражено и имеет место быть. Да, ну и характерно, что до революции совершенно по-другому украшали ёлку. Ну, прежде всего, это было рождественское дерево, не новогоднее, как сейчас. Поэтому ангелы фарфоровые, сусальные, сахарные и так далее. Сказать, что до революции совершенно по-другому украшали ёлку, я бы не сказала. В общем-то, ёлка... Единственное, что в советское время ушло с новогодней ёлки, это игрушки на религиозную тематику. То есть ангелы, всякие вифлеемские звёзды, вот такие вот вещи. А всё остальное абсолютно оно осталось на ёлке. И, в принципе, украшения были совершенно такие же, как и до революции. И та же самая пятиконечная звезда была. То она также была до революции. И также желающие украшали ею верхушку. Только она, конечно, не красная была, а она была золотая. А так, в общем-то, все эти принципы, они так и остались. И когда в этих знаменитых книжках про ёлку, которые вышли как раз в 1937-38 году, в общем, там так и написано, что единственное, что должно уйти с нашей ёлки, это религиозная тематика. А всё остальное на ёлке должно остаться, потому что это интересно для детей. И увлекательно, и всё-всё-всё. Вот эти всякие там сказочные звери, всякие-всякие игрушки. Они все остались, но прибавились, конечно, игрушки советской тематики. Была ещё одна важная деталь, что отличало дореволюционную ёлку. Ну, скажем, ёлку конца 19 века от советской. Это, конечно, то, что тогда, до революции, ёлка была предметом гордости. И, так сказать, похвастаться перед друзьями, соседями. Чем богаче была украшена ёлка, тем лучше. Поэтому на ёлку вешали и драгоценные украшения, и кольца, и колье, и цепочки золотые. Вот всё-всё-всё, что в доме было такое вот дорогое, ювелирное, вешали на ёлку. Конечно, потом это ушло совершенно. Ну, то, о чём вы говорите, это, как сказать, самое начало ёлки, об этом пишет в своей книжке Терещенко, это 1800, по-моему, 80-е годы. Сейчас я точно не вспомню автора. Тогда ёлку украшали чем угодно. В общем, что у человека было, это была такая мода на ёлке. А потом, где-то вообще, как пишут немцы, с 1875 года началось промышленное производство игрушек. Промышленное, я имею в виду то, что ты мог прийти в магазин и просто купить себе ёлочные игрушки, какие тебе нравятся. И пошла мода на ёлки, игрушки стали, можно было купить в магазине без проблем, а игрушки были, ну, для, конечно, крестьяне ими не занимались, они игрушки изготавливали. А вот средний класс, и, в общем, они вполне без всяких проблем могли купить себе ёлочные игрушки, потому что они стоили дёшево, относительно, конечно, дёшево. Для учителя, там, что касается помещиков или высокооплачивают людей, для них это вообще не было никакой проблемой. Да, и ещё такой был небольшой период между украшением ёлки ювелирными изделиями и ёлочными игрушками, уже традиционными, когда ёлку украшали кондитерскими изделиями, пряниками, там, всякими. Ну, это самое начало, когда... Ну, да, совершенно верно, начало, начало века. Первая ёлка была поставлена при Николае Первом, когда он женился, вот, наследник престола на принцессе Шарлотте немецкой, и она немка была, и они впервые, вот, в Кремле, в их собственных личных покоях, была поставлена первая ёлка, это 1817 год. Это, так сказать, документальный факт, который подтверждён, и, конечно, тогда ещё таких ёлочных игрушек не было, поэтому их украшали сладостями всевозможными. Ну, конечно, свечки обязательно были. Это были, возможно, сладости, орехи, там, засахаренные фрукты. И, да, множество есть свидетельств, где, допустим, Фрелины двора пишут, что вот, а мне вот эту ёлку потом доставили домой, и я ещё долго-долго с неё угощалась. А уже потом уже появились ёлочные игрушки, это со временем, и уже стали украшать уже такими настоящими ёлочные игрушки, и стеклянными, и картонажными, и мишурные были ёлочные украшения, и стеклянные бусы. И постепенно-постепенно появилось очень много всевозможных игрушек, но, конечно, те же самые всякие сладкие подарки, те же самые засахаренные фрукты и орехи, это всё равно всё на ёлке, в общем-то, оставалось по желанию, ну, хозяина, кто эту ёлку устраивал. Лариса Васильевна, давайте теперь в современность перенесёмся, вот что сегодня в ёлочных игрушках, какие тренды там главенствуют, как отражается сегодняшнее время в ёлочных украшениях? Например, сейчас вот прошла такая выставка, называлась «Ладья», и там было много производителей наших ёлочных игрушек, но сейчас, в общем-то, как и прежде, постепенно входят не то что в моду, а просто предприятия, развиваясь, возобновляют вот наши исконные такие традиционные вещи, как всякие формовые фигурки, там, на тему русских сказок, всякие там, девушки в сарафане, цари, там, царицы. Популярные, ну, новые вещи по старой форме, вот, например, там, дирижабли, там, что-то связанное, на тему космоса, вот такие вот вещи тоже очень популярны. То есть, возможно, и шары. В некотором смысле, возвращение к истокам происходит сейчас в ёлочной моде. Ну, что значит «к истокам»? Понимаете, в общем-то, ёлочная мода, она, нельзя сказать, что сильно менялась. То есть, как вот придумали немцы дуть стеклянные шарики, так все стеклянные шарики по той же технологии дуют и так же раскрашивают, в общем-то, и краски те же самые. Меняются только вот мода, это, ну, в основном сейчас меняется, например, цветовая гамма. То есть, вот как-то устанавливается, ну, ведь во Францию ездят производители на выставку ежегодную, как раньше, до революции, были такие лейцепские выставки, они назывались мессы, куда привозили все новинки ёлочной индустрии. И туда приезжали и производители, и покупатели, купцы со всего мира, в том числе и русские купцы, которые торговали ёлочными украшениями, они тоже обязательно туда ездили, там закупались и смотрели, какие модные тенденции, привозили их в Россию. В России тоже было производство ёлочных украшений, и они налаживались в России. И точно так же и сейчас ничего, в принципе, не изменилось. Но сейчас в основном меняется цветовая гамма. Ну, например, там, допустим, выставка считает, что в этом году будут модные изделия, допустим, там, в серебристых тонах, или там, в фиолетовых тонах, или в розовых тонах. В основном вот эта вот разница. А дальше каждый изделяет те игрушки, какие позволяют делать технологии, которые есть на фабриках. Есть же фабрики более мощные, есть фабрики менее мощные. Например, если фабрика небольшая, то, возможно, они только делают только шарики, например, разных размеров. Ну, конечно, и раскраживают их разных, ну, в разные тона. Фабрики, которые имеют уже своего профессионального художника, они делают скульптурные игрушки формовые. Ну, так вот всё постепенно-постепенно и развивается. Ну, в общем, фабрики восстанавливаются, развиваются. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, они постепенно-постепенно дойдут до того уровня, который был в советское время. Да, я хотел уточнить. А советская игрушка, она была очень востребована. Да, да, и сейчас, кстати говоря, стилизованные под советские игрушки очень дорого стоят. Скажите, пожалуйста, а много у нас сейчас фабрик, которые производят игрушки ёлочные, и их больше становится? То есть мы не закупаем всё в Китае? Ну, не всё закупаем, да. Ну, почему? У нас есть, например, наша фирма «Иней», которая сейчас в Подмосковье, там, в районе Павлова Посада. Это знаменитый наш завод, Московский завод ёлочных украшений, который был образован ещё, он разные названия имел, который был образован ещё сразу, прямо в 1936 году и работал, в общем-то, не переставая до 90-х годов, пока его не переселили из Москвы, но он и продолжает работать. Потом ёлочка, это тоже, в общем, давнее предприятие, которое, это Высоковская фабрика раньше называлась, образовались и новые, например, вместо вот Горьковской фабрики ёлочных украшений, когда она была ликвидирована, энтузиасты, которые остались на работе, они организовали сейчас такую фирму, он называется «Арель», тоже очень популярные игрушки. А как работала, так и работала, например, в Красноярске фабрика «Берюсинка», она как выпускала игрушки, так и выпускает, и прекрасно их продаёт. Ну, что ещё есть? Карачаровская фабрика по-брянски. То есть, постепенно-постепенно фабрики восстанавливаются и продолжают работать. Ну, конечно, много очень и закрылось. А вот материалы, из которых делают игрушки, в советские годы это было стекло, потом пластик, сейчас как? Современные, но наша отечественная игрушка, она стеклянная. Было очень небольшое количество, которые выпускались из пластика. Пластик, в основном, Дед Мороз, не игручки. А вот импортные игрушки, например, китайские, ну, не только обязательно китайские, они массово выпускаются из пластика. То есть, наши продолжают выпускать в основном из стекла сейчас? Да, это наши традиционные, в общем-то, игрушки, и они всегда, у нас все игрушки ручной работы. У нас очень мало выпускалось игрушек на автомате, потому что, ну, это уже было 80-е, там, 70-е годы. Но, во-первых, от них потом отказались, потому что на автоматах, во-первых, очень много брака, а потом на автомате не сделаешь красивую форму. То есть, все красивое, все красивое, оно все, в общем-то, ручной работы. И роспись у нас всегда ручная. Ну, сейчас делают, конечно, приводные картинки, крикомани. Но российская традиционная игрушка, она ручной работы и ручной раскраски. Поэтому, например, иностранцы ее очень ценят. Особенно вот советскую елочную игрушку. Потому что она вся ручная работа, в отличие от многих западной, которой много пластика. Конвейерное производство. Конвейерное производство – это и не обязательно автомат. Конвейерное производство также на предприятиях. Допустим, вот они, роспись, она тоже на конвейере. Там у каждого есть своя операция. Так же, как раскрашивают, например, матрешку. Там тоже конвейер, но конвейер ручной работы. Понятно. А как сейчас игрушки попадают в вашу коллекцию? Где вы их уберете? По-разному, как и раньше, как и у всех. Что-то покупается, например, на блошином рынке. Что-то покупается через аукционы. Вот у нас там мешок. Что-то люди как-то иногда отдают. Бывают совершенно такие необычные всякие ситуации. То есть, везде, где можно, они как-то попадают. Вот так вот, как у всех. Это как любое коллекционирование. Это такой момент, ну, часто неожиданности. Вы ёлку наряжаете? Наряжаю. И как вы отбираете из своей огромной коллекции те игрушки, которые попадут на новогоднюю ёлку? Ну, по-разному. Обычно, как-то последние лет 10, наверное, я практически каждый год участвовал в каких-то выставках, которые делают музеи. И даже вот в этом году, например, у меня часть коллекции, особенно посвящённая Деду Морозу, она сейчас выставлена вот в музей-заповеднике Ленинские горки. У них там проходит выставка, называется «Здравствуй, Дедушка Мороз». Вот там часть. И поэтому иногда, в общем-то, к Новому году я так устаю, что, в общем, ну, спонтанно наряжаю. Иногда наряжаю игрушками, которые мне дарят. Ну, вот как сапожник без сапог, вот так вот. Это была коллекционер ёлочных украшений Лариса Петрикова. Ну что ж, с Новым годом! Новогоднее интервью В Новый год с любимыми песнями. Песня «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь». «Пять минут, пять минут» Ой, часов раздавца вскоре Пять минут, пять минут Помиритесь те, кто в ссоре Невозможно представить себе Новый год без фильма «Карнавальная ночь». Снял его молодой начинающий режиссёр Эльдар Рязанов. Никакого опыта работы в большом кино у него не было, и он боялся взять на себя такую ответственность. Четыре раза писал заявление об уходе, но его останавливал тогдашний директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Он, кстати, лично курировал написание всех песен, поскольку, как известно, у Рязанова полностью отсутствовал музыкальный слух. Как бы там ни было, сюжет «Песенки про пять минут» принадлежит именно Рязанову. Он вместе с поэтом и композитором начал придумывать, что же можно успеть сделать за такое короткое время. В итоге возникла идея начать концертный номер за пять минут до начала Нового года и закончить подбой курантов. Исполнила песню Людмила Гурченко. Сложно представить, но режиссёр утвердил её на роль лишь со второго раза. Изначально даже не рассматривал её кандидатуру, поскольку считал актрису черестюр манерной. Однако успех картины в прокате всё расставил на свои места. Для творческого коллектива эта работа стала звёздным часом, а песня – настоящим хитом. Новый год, настоёт! С Новым годом, с Новым шансом! С Новым годом, с Новым счастьем!